ну давайте разберемся с преимуществами и недостатками брусовых стен либо деревянных домов к преимуществам можно отнести такие вещи как брусовые стены обладают низкой теплопроводностью поэтому если зимой дом не отапливается прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов для брусовых стен достаточно толщина от 15 до 20 сантиметров деревянные стены создают здоровый микроклимат в доме они выводят из помещения лишнюю влагу следующий пункт это брусовые стены относительно легки и устойчивы к деформациям их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте плавающие столбики так называемые это один из типов фундаментов еще одним преимуществом деревянные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживания и размораживания поэтому срок их службы может превышать более 100 лет ну как и любой материал брусовые дома также имеют и недостатки это именно что стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых водителей и гниению поэтому требуется специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня 2 недостаток то есть то что после завершения рубки деревянных стен до начала их отделки должен пройти год стены перед началом отделки должны осесть причем осадка до 10 процентов значительно больше чем у каменных или каркасных стен где осадка происходит где-то от 3 до 1 процента и последний недостаток третий это брус при высыхании все-таки деформируется конопатка брусовых стен сложная и дорогостоящая процедура чтобы минимизировать последствия этих бед деформации или плохой конопатки брусовые стены сначала снаружи и изнутри приходится обшивать вагонкой или цементно-стружечными плитами ну и также давайте разберемся с расходом материала на один квадратной стены толщиной 20 миллиметров то есть включая фурнитуру крепеж пропитки без наружной полировки и у нас получается что брус на один квадратный метр около 2000 рублей сами понимаете что это дороже чем кирпичные стены и монолитная строительство